Около 16 тысяч человек приняли участие в государственной итоговой аттестации. Все прошло в штатном режиме без технических сбоев. Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что девятиклассники сдавали 4 экзамена, 2 из которых по выбору. А результаты по предметам стали выше, чем в прошлые годы. Также чиновник обратила внимание на проведение апелляции. При этом особенность аттестации девятиклассников в этом году заключается в том, что апелляции, поданные о несогласии с полученными результатами, рассматривались региональной апелляционной комиссией, что повысило объективность рассмотрения апелляции. И полученные результаты были обобщены и представлены всем, кто подавал апелляции о несогласии с результатами. Для 11 классов и учащихся средних профессиональных учреждений аттестация проводилась по 15 предметам. Меньше всего для сдачи выбирали испанский и китайский языки. Помимо этого министр отметила, что сдавать информатику стало больше выпускников. С 2021 года их количество увеличилось в три раза. Результаты единого государственного экзамена в целом сопоставимы с общероссийскими результатами и региональными результатами в прошлые годы. Но, как правило, ежегодно бывают у нас колебания результатов. Значит, по каким-то предметам они повышаются, по каким-то становятся несколько ниже. Ольга Щетинкина рассказала об особенностях приемной кампании. В этом году изменилась система целевого обучения. Специально для этого создали портал «Работа в России», где работодатели разместили вакантные места, которые они смогут обеспечить как целевые. В Рязанской области таких около двух тысяч. Чтобы получить место, необходимо выбрать компанию, подать заявление в приемную комиссию и после поступления заключить договор с работодателем. Анастасия Арт, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».